Раз, два, три, четыре, пять! Мы идем искать! Вам, маленький, и прятаться легче. Я бы с радостью побыл фиксиком. Мы такую игру придумали! С помощью очков виртуальной реальности. Сейчас проверим, какой из тебя фиксик. Ого! Какое все огромное! Ой, мамочки! Рытый! Высоко! А-а-а! Кусачка? У меня дома? А-а-а! Это же я! А-а-а! И гнет в ответ! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Кроссовки Бодрое утро! Привет, Дим Димыч! Смотри, какие мне мама кроссовки купила! Они светятся! Ого! Классные! У тебя таких нет! А с чего ты взяла, что нет? Есть! Да? Покажи! Вот и покажу! Только зубы почищу! Перезвоню! У тебя правда есть светящиеся кроссовки? Нет! Зато у меня есть друзья, которые могут сделать все! Даже такие кроссовки! Или не могут? Вообще могут! Да там где лапка! Лампочки вставить и готово! Так, Морик, за батарейками! Дим Димыч, у тебя кроссовки! Ага! А я к Судакову! За светодиодами! Ого! Какая тут подошва! У тебя тоже такая есть! Да? Подошва кроссовок состоит из материалов, которые хорошо пружинят или, говоря по-умному, амортизируют. Поэтому, если в такой обуви долго ходить, бегать или прыгать, то спина и ноги не устанут. Снизу подошва всегда неровная, с выемками и бугорками и даже шипами, чтобы не поскользнуться на траве. А еще у кроссовок есть дыночки или сепка, для того, чтобы нога не потела. Звони, Катя! Ну, и где же твои кроссовки? Вот! Ого! И лампочки у меня ярче! А, зато я могу пультом управлять. Смотри, горит. Оп! Не горит. Ха! Мне только ногой топнуть надо. Ври больше! Ой, я тебя не вижу. Ты тут? А? Тим Тимыч! Алло! Что? Твои кроссовки так не умеют. Но у меня же есть друзья, которые умеют все. Ах, есть! Алло! Алло! Тим Тимыч! О, теперь нормально! Смотри! Хоп! Горят! Хоп! Не горят! Хоп! Горят! Хоп! А у меня огоньки могут бегать. Подумаешь? Да у меня тоже бегают. И цвет меняют. Тим Тимыч! Ну что вам стоит? Это невозможно! Последняя просьба. Готова? Молик, бери краскопульт. Вот, сейчас они белые. А захочу зеленые или вообще синие. Ну а можно оранжевые, фиолетовые, голубые, желтые. Знаете, почему маленький светодиод горит так ярко? Секрет в том, что внутри него спрятан специальный кристалл, который проводит электрический ток. Сам кристалл выглядит как тоненькая круглая пластина. Ее обрабатывают и режут на тысячи кусочков. На каждом из таких квадратиков находится много крохотных частиц электронов, которые переносят на себе электричество. Если к кристаллу подключить ток, электроны тут же срываются со своих мест, оставляя за собой вот такие следы. Когда в них попадает другой электрон, он вспыхивает. Множество таких огоньков и дает сияние светодиода. Ну что, мои кроссовки круче. А еще у них есть колесики. Колесики? Какие еще колесики? Симка? Ой. Зато у меня есть друзья, которые... У меня есть друзья. Вот пусть тебе эти твои друзья и помогают, а мы пойдем. Да, Нолик? Да, и светодиоды заберем. Дим Димыч, так же нечестно. Вот-вот. Ух, согласен. Колесики – это уже перебор. А-а-а. Значит, и у тебя все фиксики делали. Чего только эти друзья не придумают. А-а-а. То один, то другая. Ха-ха-ха. 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 А еще в них есть колесики. О-о-о. Страховка. Ну что, идем Лизоньку пугать. Спрашиваешь? Тогда вперед. Ой, Нолик, ты куда? А скалолазание? Мы же договаривались. Сам просил научить. Ой, Фаер, прости. Тут просто близнецы позвали. Я тебя тоже позвал. Ну, а не раньше. Хочешь с нами? Нет уж. Фаер, ты что, обиделся? Иди, иди. Заждались уже. Хорош, друг. Променял на новеньких. Но ничего, ничего. Сам еще назад проситься будешь. Подтягивайся. Эта страховка только мешает. А Фаер вон куда залез. И без этих веревок. Ну, без страховки может и удобней. Зато с ней падать не страшно. На поясе у альпинистов и скалолазов есть специальные ремни с петлей. В петле пристегивается крючок с защелкой. Карабин. Он соединяет человека с прочной веревкой, которая защищает от падения. Это и есть страховка. Кстати, страховка есть не только в горах. Она удерживает мойщиков окон в небоскребах и не дает упасть гимнастам под куполом цирка. Даже ремень безопасности в машине это тоже страховка. Ладно, Ноличек. А что ты на это скажешь? Давай, давай, Нолик! Еще чуть-чуть! Давай, давай, Нолик! Еще! Еще! Получилось! Смотрите, мы только на одну гору забрались, а Фаер на десять. Я и мой лучший друг Игрик. А как же я? Так, подождите. По-моему, кто-то ловко монтирует. Видишь? Игрик с другого снимка. О, а тут вообще лаборатория видна. Так что твой лучший друг никуда не забирался. То есть... Ну зачем тогда? Что, Нолик, сколько нища у вас? Ха-ха! Куда твоим скалолазом до меня? Ага! Врешь ты тоже лучше всех! Чего? Твои горы ненастоящие! С чего это ты так решил? У тебя даже страховки нет! А она мне не нужна! Эй, остановись! Упадешь! В отличие от вас, я ничего не боюсь. Скорей, в лабораторию! Он без страховки сорвется! Пусть его Игрик страхует! О! А-а-а! О-о-о! А-а-а! Помогите! А? Фаер, держись! Мы тебя спасем! Прежде чем пойти в настоящие горы, новичкам лучше потренироваться на скалодроме с инструктором. И хоть горы там искусственные, все равно важно соблюдать правила. Из одежды лучше всего подойдет спортивный костюм. На ногах должна быть специальная обувь с нескользящей подошвой. Лезть можно только тогда, когда инструктор проверит, правильно ли надета страховка и надежно ли она закреплена. В ожидании своей очереди отойдите от стены. Не то на голову может спуститься другой скалолаз. И никаких салфи на высоте. Падать со страховкой не страшно, но добраться до вершины куда интереснее. Ты же мог погибнуть! Можно подумать, кто-то переживал. Мы все переживали. Правда? Нолик, ты мой самый лучший друг! Угу, Игреку не говори. Кстати, хорошая высота. Полезли? Но черт по нашим правилам. Би-би! Опа! А-а-а-а! У мамы сейчас прямой эфир. Ого! И меня покажут! Дети, я в ремонт. Десять минут до эфира, а в наушниках звук пропал. Ах, и почему техника сама не чинится? О, может, я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку, выяснить причину, исправить. Сто тыщ, тыдыщ, и все работает! Ладно, можно и без тыдыщей. А инструменты там? Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились. Ага. Всегда пожалуйста! Знаете, такое выражение? Есть контакт. Когда вилку прибора вставляют в розетку или штеггер наушников в разъем телефона, их зажимает между пластинами. Место, где они соприкасаются, называется контактом. Контакт установлен, ток бежит по проводам, и техника работает как надо. Но если между двумя деталями попадет мусор или образуется ржавчина, ток не потечет и контакта не будет. Раз-раз! Меня слышно? Лучше, чем раньше! Дим Димыч, ты меня спас! Пустяки! Контакт всего лишь почистил. Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю. Угу. Угу. Сейчас сделаю. Тоже контакт? Ха! Да я мастер! Скорее, хвостун! Я для всех стараюсь! Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики! Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки! Это еще что? Я дома все перечинил! Ноутбук, посудомойку... Помогатор... Помогатор... Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется. Но электрические приборы детям не игрушка. Так он с выключенным справится. А я... Я при вас не могу. Я стесняюсь. Ладно, у нас пять минут. Без меня не включайте. Ты что наделала? Зови теперь фиксиков! Что на этот раз? О, вы вовремя! Почините! Не-а! Ты мастер, ты чини! Я же не умею! А ты скажи сто тысяч тыдыщ! И все само починится! Ну помогите, пожалуйста! Я не буду хвастаться! Ладно, поставь крышку ровно! Ну вот, теперь есть контакт! И все? Ха-ха-ха! Во многих умных приборах есть защита от детей и рассеянных взрослых. Клавельник пищит, если дверца закрыта неплотно. Стиральные машины, чайники, утюги сами отключаются, когда работа закончена. Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать с плохо закрытой крышкой. Да что там! Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности. Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит. Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра и берегите их от поломок. Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог! Да это не совсем я! А кто же? Ему опытные мастера подсказали. А вот оно что! Ой, а дашь их контакты? Мне бы пылесос посмотреть. Пошли! Нам еще пылесос чинить! Компьютер Надо же! Быстро доставили! О! Новенький ноутбук! Куда? Залетят! Забыл, как вчера чуть не попался? Ну не попался же! Вот что! Лети-ка в комнату и не спорь! Посмотрим! Компьютер состоит из монитора, клавиатуры, мышки и вот такого ящика системного блока. Его еще называют мозгом прибора. А у складного компьютера, ноутбука, все спрятано в корпусе. Даже камера! В отличие от своего собрата, ноутбук работает не только от розетки, но и от батарейки, да и современный телефон. Это компьютер. Он тоже столько всего умеет и влезет в любой карман. Папа, ты где? Ага, вижу. Вы в моем компьютере. Что? Мне нужны все эти программы и еще антивирус. Установите? Отлично. Пофиксите все как надо. Пофиксите? Это мой сын так говорит. Да, смешно. Папус в компьютере? Я вам пока не нужен. Тогда не буду мешать. Ну, папус! Нолик, ты почему еще здесь? Это ты почему с папой Дим Димыча говорил? Что? Фиксики с людьми не общаются. И вообще, я тут был. А в ноутбуке кто? Мася! Я ее с утра не видел. Летим скорее! Ага, смотрю. Давайте тут сохраним. Не верю своим глазам. Что там? Мася? Я? А что происходит? Ты с ним разговаривала? Ну, конечно. Симка! Это она в компьютере! С папой Дим Димыча общается! Ох, нет. Смотри, смотри! Смотри, смотри! Ну, попадет ей. Кому? Симка, ты здесь? Ну, да. А вы чего? Кто-то из нас в папе компьютер настраивает. Вон! Ну, мы же все тут. Ах, кроме Дедуса. Точно! Там Дедус! Он в плену! Папа его поймал, запер и заставляет ставить программы! Ах, вы уверены? Да! Дедуса надо спасать! Со мной! Дедус! А? Что случилось? Мы думали, ты в плену! Компьютер настраиваешь! Я? Ничего не понимаю! Да, Нолик, мы тоже ничего не понимаем! Зато я поняла! Это не Фиксик, а удаленный мастер! Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ух! Какой мастер? Сломавшийся компьютер придется нести в ремонт. А если нужно скачать обновление, удалить вирус или разобраться с ошибкой, проще обратиться к мастеру, который работает дистанционно, то есть на расстоянии. Он подключит к устройству, где бы вы ни были. Главное, чтобы там работал интернет. Теперь специалист может делать с компьютером все, что угодно, как будто сам за ним сидит. Например, ускорить его работу или настроить программу. Кстати, удаленно сегодня работают не только такие мастера, но и люди других профессий. Программисты, бухгалтеры, даже ученые. Правда здорово! Отлично! Все есть! Спасибо вам огромное! Кстати, еще хотел спросить... Фиксик в плену! Кто же вам так голову заморочил? А чего я? Это Папа Дин Димыча виноват! И новенький ноутбук! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Шпаргалка Симка подготовилась! Целый класс придумала! Даже доску притащила! Конечно! И это контрольно переписывать не надо! Я проверил ваши работы. Симка, все отлично, как всегда. Да! Хе-хе! А у тебя что? Ничего! И это ничего, надо исправить. Помоги, пожалуйста, Файеру подготовиться. Только не это. Через час встречаемся у меня. Не опаздывай! Вечно это! Симка, все отлично, как всегда. Записка. Интересненько. Шпаргалка! Ага! Так вот откуда все пятерки! Профессор оценит. Хотя... Не самому пригодится. По легенде, шпаргалками пользовались аж в восьмом веке нашей эры. Карл Великий, хоть и был королем, но не мог запомнить, как писать свое имя. Поэтому он всегда носил с собой листок со своей подписью и копировал ее. То есть списывал. В театре были люди, шпаргалки, суфлеры. Они подсказывали актерам, если те забывали слова. Сейчас ведущие новостей, прогноза погоды, блогеры пользуются телесуфлером. Перед объективом камеры ставят стекло, которое отражает бегущий на планшете текст. В кадре этого не видно. И зрители думают, что ведущий не читает, а рассказывает новости наизусть. Профессор, я готов. Уже все выучил? Там и учить-то нечего. Ну что ж, садись. Нога чешется. Чешется. Ой, спина затекла. Так-так, решил списать. Я? Это не моя шпаргалка, это симки. Неужели? Но списываешь-то ты. Иди готовься. Ну, наконец-то. Я уже думала, ты забыл. Забирай свою шпору. Я так тоже могу пятерки получать. И много уже получил. Ну, ладно тебе. Шпаргалки помогают только тем, кто пишет их сам. Не смеши. Пиши. Да тут места нет. А ты мелко пиши. И аккуратно. Готово. Готово. А как ее вытащить, чтобы профессор не застукал? Не так. Я на контрольных не списываю. Что? Я зря столько пыхтел? Не зря. Она поможет. Только по-другому. Думаете, шпаргалки нужны только двоечникам? А вот и нет. Их полезно делать всем. Сложное слово, формулу или дату. Гораздо проще запомнить, если прописать их несколько раз. Главное не строчить бумажки всю ночь, а как следует выспаться. И на контрольной шпаргалка точно не понадобится. Только помните, на бумажку надейся, а уроки учи. Без этого никакая подсказка не сработает. Стивка, я все сдал. И даже ни разу не подглядел. Прям ни разу? Шпаргалка правда волшебная. Ха-ха. Ты так и не понял, что сам все выучил. Как? Пока ее готовил. А-а-а. Ну, держись. Теперь я стану первым в классе. Ага, садись, будем заниматься. Зачем? У меня же есть... С одними шпаргалками отличником не станешь. Точно выучил? Точно, точно готов? Нет, не так. А-а-а. Уже все выучил. Субтитры сделал DimaTorzok